Александр Розенбаум Александр Розенбаум Александр Розенбаум Александр Розенбаум Чего ради мы его вспомнили Дело в том, что именно сегодня 13 сентября В далеком 1951 году 68 лет назад всего-то И родился, появился на свет Александр Яковлевич Розенбаум Сашенька, как его мама с папой назывались Родился он в Ленинграде В семье врачей С пяти лет начал заниматься музыкой Но обучался нехотя и окончил музыкальную школу Только по настоянию матери Занятием на фортепиано Саша предпочитал дворовую компанию Или занятие боксом Из-за постоянной занятий родителей Воспитанием Саши занималась бабушка Соседом по квартире, который был известный Гитарист Минин Именно у него Розенбаум научился первым Гитарным приемом, а первые стихи начал писать Как и многие подростки того времени Александр прошел через увлечением творчества Песнями Галича, Высоцкого, Акуджавы, Битлз В этот период жизни Розенбаума Направил его к авторской песне Но в выборе профессии он пошел по стопам родителей Сразу после школы в 1968 году Александр поступил в первый медицинский институт В Ленинграде Веселый, компанейский Он участвовал в студенческой самодеятельности Играл на гитаре, много пел, сочинял Окончил институт в 1974 году По специальности анестезия, реаниматология Розенбаум почти 5 лет проработал врачом скорой помощи В этот же период он начал свои первые выступления на сцене Был гитаристом в группе Оргонавты Но выступления на эстраде пока были еще хобби Профессией была все-таки медицина И все же творчество увлекало Александра все больше и больше Он поступил в вечернее джазовое училище При дворце культуры имени Кирова Где изучал основы аранжировки и навыки джазовой композиции К моменту окончания училища Талант музыканта все больше требовал серьезного к нему отношения И Александр сделал выбор в пользу музыки В 1980 он ушел на профессиональную эстраду И стал артистом лент-концерта Затем играл в различных группах Много гастролировал Началом сольной деятельности музыканта Можно считать 14 октября 1983 года Когда он выступил в Доме культуры МВД имени Дзержинского Как исполнитель собственных песен Некоторое время выступал под псевдонимом Аяров Наибольшую популярность Александру Пришла в начале 80-х годов После его песен Вальс Бастон Приходите к нам на огонек Уйти на охоту и других Первый диск певца Эпитафия Вышел в 1986 И с тех пор он регулярно дает концерты На многих эстрадных площадках Много сочиняет Став одним из самых народных исполнителей Работающих в жанре авторской песни Разымбаум композитор И автор-исполнитель собственных песен Который образует несколько циклов Болотной, цыганский, лирический, исторический и другие Особое место его творчества Занимает военная тема В которой большинство песен Связано с Великой Отечественной войной И войной в Афганистане Певец часто бывал В расположениях советских воинских частей Выступал с концертами в Афганистане Много песен музыканта Посвящено теме казачества А еще родному городу на Неве Как артист Разымбаум Обладает определенным сценическим обаянением Притягательностью Сильным мужественным голосом Баритональной природы И вот за творческую карьеру Он выпустил несколько грампластинок Компакт-дисков Сборников стихов и песен Более 30 альбомов Он автор музыки к фильмам Друг, чтобы выжить И многим другим Также пробовал Александра свои силы И в кинематографе Снявшись в фильмах Афганский излом Побег на край света Бессонница и других Состоявшийся артист Александр Разымбаум Успешный в бизнесе Он совладелец сети пивных Толстый фраер Но бизнесменом себя не считает Называет главной своей работой Все-таки сцену А не бизнес Возможность заниматься любым делом И вот вкладывать деньги в творчество Также Александр Яковлевич Является художественным руководителем Театра-студии Творческой мастерской Александра Разымбаума Заведующим кафедрой Эстрадного искусства Общественного института культуры При МВД Занимается общественной деятельностью Заслуженный артист И народный артист России Разымбаум Имеет множество наград Александр Яковлевич Дважды был женат Его первый брак Длился меньше года Второй раз В 1976 году Он женился на Елене Совшинской Студентке того же Мединститута Где учился он сам И вскоре у них родилась Дочь Аня Сегодня поэт Композитор И исполнитель Собственных произведений Александр Яковлевич Розенбаум Живет и работает В Санкт-Петербурге А также много гастролирует И продолжает писать Новые песни Ну что ж Пожелаем ему Здравия Терпения Удачи На долгие-долгие годы Вот Такие Вот так Вот как-то вот так Даже нет каких слов Какие надо бы сказать Всего хорошего На этом пожалуй все Спасибо за внимание До свидания